Мы продолжаем искать тот самый фактор. Команда самого масштабного шоу страны отправилась в новую точку на карте. ФАКТОР БАЙ СКОМБИЛЕ! Встретил этот город нас, как и подобает, щедро и в ритме танца. Дайте Оскар этой богине, словно кукла Багбин на витрине, хочет главную горька в тени. В сердце одну надежду даю, и восходящему дню улыбаюсь. Но не стоит забывать, что изюминка – это не только про танцевальную постановку. Участники и не такое придумают, чтобы удивить своего зрителя. В детстве была одна программа в телевизоре, любил смотреть неуловимых зрителей, и вот образ перенес на себя сегодняшнюю часть. Я с ним даже в другой раз могу и спать. Тёща говорит, что я без пульса, а я здесь, почти немножко пульса. Ольга Степановна, вам привет и сердечко, ваша курс и супер. Порой эта самая фишка появляется у конкурсантов сама собой. На вопрос «как же так?» отвечают спокойно и с улыбкой. Работа такая. Я руководитель образцового театра «Кукол. Волшебный мир». Я как актёр. Самая интересная озвучка. К лохомане в лесу, несмотря на красу, ночь проводит леса Патрикевна. У меня нет музыкального образования, но пою я давно. Я когда-то пела в ресторанах в Гомеле, потом сменила профессию, сейчас я инструктор. Во время занятий по вождению, ну, бывает, что пою, конечно. Когда настроение хорошее, у меня ученика пою. Некоторые подпевают мне, тогда занятия на высшем уровне. Я работаю на лучшей радиостанции региона Гомелефа. На работе каждый день интересны прямые эфиры. Это просто супер заряжает. Настроение классное. И теперь мне хочется попробовать «Фактор Бай». Хочу, чтобы мои песни крутили на радио. Музыка в душе, она не отпускает. Поверьте, не отпускает также и шоу «Фактор Бай». Тот, кто был хотя бы раз в этих стенах, мечтает стать вновь частью шоу. На первом сезоне я участвовала. Ранее я уже принимала участие во втором сезоне на телевизионном кастинге. В прошлом году я прошла. Получила четыре дам. И там, когда мы приехали в лагеря, у нас группу скосили. Конечно, мы работали демоциями. И вытащили из себя что-то такое, чего еще никто не видел. После проекта реально был тяжелый промежуток, где-то полтора года, год, где я искала себя, нашла свой стиль, стиль вокали. Ну и, в принципе, я вижу, что сейчас идет такой процесс трансформации, реформации меня. Все говорят о плюсах эфира. Но не боятся ли вокалисты хейта? Как оказалось, завистников и без участия в шоу у талантливых людей предостаточно. Если мне снова скажут что-то отрицательное, то это значит, что надо работать над собой еще упорнее. В школе нигде не выступала, я нигде не активничала. Я в себя не верила, я, знаете, сделала так, типа, ну, все, сидим, вообще не высовывайся. Потому что был хейт в мою сторону. Весь класс, и он, вот этот холодный игнор. Я уже как-то переросла, это поняла. Знаете, и загадка в утенка в лебедя превратилась. С хейтом я сталкиваюсь, идут именно комментарии в мою сторону, что плохо поют фальшиву, то есть там ты скривил. То есть вот это твоя манера, то же самое, к ней цепляются, что плохо. Не стал как-то сильно уже реагировать на это, остался закладывать глаза и просто идти дальше. Потому что у меня есть цель. И я стал сильнее, благодаря даже хейту. Здесь все звезды сошлись. Здесь Гомель по этой причине вынуждены попрощаться. Могилев, встречай команду самого масштабного шоу страны Фактор Бай. Спойлер, это будет интересно.